Так, мои хорошие, сейчас будет одна из тем моей книги, да, что хочу сказать, я вот в книге разобрала такой вопрос, я боюсь транслировать себя миру, почему, потому что боюсь осуждений, да, так вот, сейчас немножко хотела бы поговорить на эту тему, что хочу сказать, На самом деле, если вы заметили, многие из нас, точнее почти все, мы следим за какими-то крутыми блогерами большими, да, нам нравится, мы от них мотивируемся, где-то осуждаем, где-то не осуждаем, где-то пишем комментарии, но внутри, в глубины души, зачем мы за ними смотрим? Потому что мы немножко завидуем, мы сами хотели бы быть на их месте, да, ну, потому что это все-таки определенный доход, да, это определенный статус в жизни, но почему, допустим, я вот сделала такой вывод, почему мы покупаем какие-то курсы у этих людей? Во-первых, это доверие, во-вторых, где-то в подсознании мы хотели бы быть на их месте, и вот мы думаем, что мы пройдем какой-то курс, даже по тому же, да, как вести соцсети, какие-то прямые эфиры, еще что-то, на самом деле все очень просто, вам реально не нужны эти курсы, понимаете? Основное — поверить в себя, второе — не бояться осуждений, потому что, допустим, смотрите, если бы я боялась осуждений, я бы не вела ни YouTube, ни TikTok, ни Instagram, да, потому что мне было бы страшно, боже, что, мне не напишут там, скажут какая-то я не такая, я не так говорю, вот, я там татухи у меня, еще что-то, рак у меня татуха, и пошло-поехало, кто-то боится показывать себя, даже мне вот часто я слышу такие слова, которые говорят, почему ты транслируешь на весь мир, что у тебя рак, там у тебя болячка, тебя должны все что-ли жалеть и так далее, но смотрите, я это делаю не для того, чтобы меня жалели, да, я это делаю, потому что мне это моя душа, там я могу выговориться, я люблю говорить много, вот, мне это необходимо чисто с психологической точки зрения, вот и все, ну и плюс хоть как-то выживать в этом мире, да, что-то делать, что-то продавать, что-то показывать, точно так же, как сейчас книжки, так вот, что я хочу сказать, я немножко отвлеклась, но вот по поводу осуждений и бояться, да, смотрите, вы должны понимать, что это не ваши мысли, вы так о себе не думаете, такие вот, знаете, абьюз такой будет возникать везде, это отношения между родителями и детьми, это отношения между парнем, девушкой и парнем, да, наоборот, это отношения между тем, когда вы ведете какой-то блог, что-то пытаетесь рассказывать и боитесь что-то показать, почему на сегодняшний день я смотрю, многие люди даже не снимают сторисы, почему, потому что до сих пор вы боитесь, а если вы не боитесь, то вы стараетесь прямо рафетиться, накраситься, выйти в полном порядке, показать, какая я классная, какая я красивая, незачуханная и так далее, так вот, на самом деле, как по мне, даже большой успех, хоть там тоже меня хитрят, что я выхожу где-то в пижаме, еще что-то, ну, во-первых, у меня нету сил, во-вторых, я постоянно на химиях, и в-третьих, у меня неврология, мне тяжело долго сидеть, вот, поэтому иногда где-то транслирую какую-то информацию с кровати, ну, во-первых, это никому не докажешь, всем похер, да, а во-вторых, все любят красивую картинку, почему вот в Инстаграме у всех блогеров красивые нереальные картинки, красивые фотосессии, красивые фоточки, и пошло-поехало, потому что люди любят это красивое, понимаете, и то там, где кажется, что ты себя покажешь, натурально тебя не примут, но на самом деле тебе не нужно, чтобы весь мир тебя принимал, да, учитесь работать с вот этими осуждениями, с вот этими комментариями, если вас это трогает, значит, вы себя не любите, значит, вы себя не цените, значит, нужно поработать с внутренним состоянием, потому что это играет огромную роль, потому что когда вы целеустремленные, когда вы себя любите, когда вы себя цените, когда у вас есть личное мнение по поводу вас самих, когда вы собой гордитесь, на вас совершенно никак не влияет чужое мнение, совершенно не влияет то, что кто бы вам говорил и осуждал вас. Я понимаю, что вот эта боязнь транслировать себя этому миру, она тормозит. Она тормозит то, что многие не заводят блоги, но тем не менее следят за другими блогерами, пишут что-то, рассказывают, советуют, а потом друг другу рассказывают. Ты видела, там та блогер что-то сделала, то-то, сё-то, там какую-то операцию, ещё что-то. И знаете, я такого мнения, что вот у меня, допустим, нет времени следить за какими-то блогерами, серьёзно. Я делаю своё дело. У меня есть идея раскрутить YouTube, у меня есть идея написать книжку, продать, у меня есть идея продавать, картины рисовать. Поэтому я веду все эти социальные сети, профили. Поэтому плюс мне нужно выговаривать собой. Я трахтуха, у меня миллион мыслей. Поэтому я это делаю, как делаю, и мне абсолютно всё равно примет меня миллионы людей или не примет миллионы людей. Если с миллиона останется человек 100, супер, понимаете? Я не собираюсь быть идеальной и показывать вот эту идеальную картинку, чтобы мной гордились. Я обычная такая, какая есть. И как по мне, это успех, успеха всегда, везде. Просто будьте собой. Это успех в отношениях, это успех в каких-то ведениях социальных сетей и так далее. Я за то, чтобы вы не боялись транслировать. А если вы боитесь, то разберитесь в себе, почему вы боитесь это делать. То есть берём ручку, листок и пишем. А почему я боюсь выходить в сторис? Или почему я боюсь начинать вести ютуб-канал? Почему? Ага, обо мне узнают мир. Кто-то начнёт придираться, что я какая-то не такая. Плюс это надо краситься, собираться. Плюс это надо хороший телефон. Боже, я снимаю на обычный телефон к Xiaomi. Из всех аппаратур, которые у меня есть, у меня есть вот такая вот палочка селфи. Ну не селфи, как это, для съёмок, да? Вот. Я её не пользуюсь, чтобы вы понимали. Снимаю, покупала её, потому что думала, блог будет про путешествия, и я буду идти вот так себя снимать. Я её не пользуюсь. Из основного, что у меня есть, это просто настольная лампа. Это просто телефон и всё. Всё. И блокнот с ручкой. Вот и всё. Это всё, что мне нужно. Никаких прибамбасов, никаких там макро-микросъёмок, никаких там камер, пошло-поехало. Никакого там человека, который бы меня снимал. Даже когда я раскручу до большого уровня свои соцсети, все каналы, да, не буду я никогда никого нанимать, чтобы кто-то на меня работал, снимал какие-то видео. Я просто сама это сделаю и всё. Вот. Поэтому я к чему? К тому, что если вы боитесь, то нужно поработать со страхом. Нужно просто переломать себя, сделать первый шажочек, да. Когда вы сделаете первый, второй шажочек, не боясь о том, что вам даже какие-то гадости напишут, понимаете, а делать просто своё дело каждый день систематично, я вам хочу сказать, вам потом будет абсолютно всё равно, кто что вам напишет. Потому что даже если вы будете идеальны, вам напишут, что вы такая идеальная, сделали себе там сиськи, жопу и так далее, или насосали на машину, или ещё что-то, понимаете, простите за мой грубый лексикон. Но так оно и есть. Будешь ты идеальная, либо будешь ты такой, какая я есть, тебя шатул будут обсирать, обсуждать, шатул будут обсирать, обсуждать. Но опять же повторю ещё, если у вас выстроены личные границы, если вы себя любите, уважаете, то вам будет абсолютно всё равно, кто что вам скажет, понимаете. И даже вот эти негативные комментарии вы просто будете использовать для себя, в своих целях, для того, чтобы другие нормальные люди посмотрели, какие есть ненормальные люди, и вас просто поддержали, если захотите. Опять же, это ваш выбор. Поэтому, как по мне, на самом деле основное это вот сила внутри себя, нормальное мнение о себе, и когда вы нормально о себе думаете, понимаете, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, вы себя любите, вы в себе уверены, вы считаете, что даже недостатки, которые у вас есть, это не ваши недостатки, это ваши особенности, понимаете, то вот это всё осуждение, неосуждение, боязнь вообще не будет не играть никакой роли, вот просто. Плюс мне нравится книжка «Иди туда, где страшно», понимаете. Это касается не только там осуждений или там ведения каких-то соцсетей, это играет роль в развитии, в начинаниях, в каком-то там деле своём, работа, не работа, бизнес, не бизнес, да. Как по мне, всегда очень классно идти туда, где страшно, потому что тогда вы обретаете силу, вы реально становитесь более сильнее, более уверенные, и вам уже абсолютно всё равно, у вас есть свои мысли о себе, своё мнение, и то, что о вас думает, не играет никакой роли, понимаете, вот и всё.